Добрый вечер, мы из Украины. Я прошу прощения за сегодняшний эмоциональный тост, такой, ой, тост, говорю, пост по наградам для орков. Ну, просто был очень зол, потому что они, ну, действительно, в больницу, в гостиницу, просто в центр города самолет сбросил эти бомбы на парашюте каких-то стабилизационных, в парк. Ну, мирный город, стреляют просто в инфраструктуру, в жителей пугают. Ладно, смотрите, отдельное спасибо хочу сказать, я МЧС, Облэнерго, Облгаз. Те люди, которые первые выезжают для того, чтобы еще не закончились там обстрелы, они уже на месте для того, чтобы не позволить распространению там огня и так далее. Да, они все работают без выходных, выезжают даже на линию огня, поэтому огромное вам спасибо за вашу работу, мы все видим. И, естественно, все будет оценено по заслугам. Вот, по сегодня, ну, я не знаю, как комментировать, русских логики нет, зачем надо обстреливать мирные города. Да, ну, вот такая ситуация. По военной истории мы двигаемся, сейчас занимаемся комплектацией и помощью армии тыла, настраиваем логистику по живым предприятиям, составляем списки, оформляем пропускной режим, касаемо перемещения, готовимся к посевной, выставляем охрану на предприятие, то есть возвращаемся к, скажем так, мирной жизни там, где это возможно. Поэтому у меня еще раз просьба, пожалуйста, снаряды нам нужны, не надо хранить их в подвале. Ракеты, все, что есть, ну, не знаю, сейчас я подумаю, обсужу, может, как-то можно это покупать там у людей, но, в принципе, я вас всех прошу, то есть, понимая то, что военным на передней линии очень нужны средства для того, чтобы орка выгнать, этим вы можете помочь, там есть ребята, которые там даже, как это, сами чинят и передают уже готовые, а есть те, которые пока вот час отвлеклись, то уже там колесо скрутили, кому нужно колесо там с КамАЗа, что он с ним будет делать, непонятно, но история есть. Также напоминаю, что за предательство у нас очень жесткие меры, и вот сегодня два было, и один еще, извините меня, умер при попытке к бегству, вышел с ружьем, то есть, не хотел сдаваться. Ну, с предателями так и будет все происходить. Поэтому, как если можно сказать, что так все спокойно, если нет, то я даже не знаю, что советовать на ночь, то есть, потому что не ожидаем мы ничего такого, но гарантировать не могу, такое ощущение, что они там смотрят это видео, говорит, так, он сказал, что спокойно, надо ударить. Значит, не спокойно. Ну, как по мне, ну, будет нормально.